Генеральный спонсор канала интернет-магазин Планета Страйкбола. Доброго времени суток, подписчики и зрители канала. Меня зовут Андрей Паэт, и это выпуск за кадром 13 сезона. Сразу прошу прощения за качество съемки репортажного материала. Отснят он был сразу после игры 12 июня 2017 года, и на тот момент у меня еще не было трехосевого стабилизатора и отличной репортажной камеры от Firefly, на которую недавно я делал обзор. Ну что, расскажи, как ты опиздюлился на Монолите? Это был страшный бой от лица капитана Филиппчука. С которого я слился. Да, это был очень грамотный маневр, тактически. Я подумал о том, но просто честь погон не дала мне поступить так же. На самом деле это был сильный замес. Мы достойно держали бой против четырех с половиной Монолитовцев. Огромный толпой. Это была неравная схватка, но у них были классные тактические окрепления. Мы о них сломали зубы, особенно учитывая тактику долгую, вот это вот, вперед и напролом. Ну и прекрасная тактика вольников, вот, как бы, которые они продемонстрировались. Это вот фланговый маневр. Сваливать начали, да, быстренько? Мы были недовольны немножко ими, но там потом всем воздалось. Ну, кроме тебя. А я, потому что на обратном пути я долго, я встретил альпиниста, встретил еще вольников. Ну, ты подмазался, да. Я подмазался, так типа, о, давайте я вас проведу нормально. Фортану? Да, нормально, на самом деле. Успех он пришел, я понял. Нормально. Вот, ну, доволен игрой, на самом деле, очень сильно, потому что трехсуточный формат у нас очень редко выпадает. Ну, конкретно я в этом, на самом деле, участвую впервые, именно в трехсуточном. Так, я безумно рад. Я, честно говоря, думал, что игроков гораздо меньше, честно говоря, потому что кордон периодически так вот провисал. На самом деле, на игре практически не было каких-то тупняков. И вы посмотрели ее, как есть. Единственное, что на монтаже я убирал скучные моменты. Давай, братки! Ну, ребята, у меня свой ножевый бой. Падай. Было, правда, и пару неприятных ситуаций, таких как эта. Вообще, обычно игроки понимают, что у меня на голове съемочное оборудование, и просто его не замечают. Вроде как и нет его, так как к игровому миру оно не относится. Но если все же спрашивают, я говорю, что это измерительное оборудование от ученых. И правда, микрофон Пушка, например, очень напоминает старый дозиметр. А закрепить ее таким образом меня вдохновил образ из компьютерной игры Сурвариум, где данный дозиметр располагался на одном из шлемов. Помню, как некоторые подписчики говорили, что это все не оправдано. Так давайте теперь сравним, какие возможности дает нам данное оборудование. Покажу вам исходник с камеры с исходным звуком, а потом картинку после постпродакшена с внешним звуком. Смотри, из-за этих вышек монолит начался переодеваться в вольников. Монолит переодевается в вольников и косит под вольников. Чтобы ходить расставлять вышки? И сами вольники некоторые продались. А именно? Неизвестно. В лагере вольников кипиш. Короче, они пытаются найти, проверить, но пока не находят. Бандосы в курсе, бандосы, короче, на стрёме думают, как бы, короче, подряд всех нахуй валить. Причем, как бы, метку ставят везде. Что? Монолит? Да. Ну, обычный вот этот вот их знак, он обычно, как они там, запястье, загривок и прочее, говорят, что ставят везде. То есть, пузо, спина. Задя новичка играл. Ты вообще первый раз на проекте? Да. Первый раз на проекте? Именно в роли новичка. Именно в роли новичка. Вот, человеку, у которого первый опыт. Вот, мне ты особо интересен. Расскажи, а вообще, как тебе? Ну, первый день я был шокирован, потому что поле, ни души, ничего. Потом на следующий день проснулся, втянулся и до конца уже доиграл прям с огромным интересом. И это, в грех ступить успел. В грех успел ступить? Как бы, доигрывал уже грешником, да? Ну, да, да. Как они тебя поймали? Или ты сам пришел? Ну, там, своя ситуация получилась. Ну, вкратце, скажи, в двух словах. Ну, вкратце, получается, да, что пересеклись. Мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Не смог отказаться. Ну, отказался бы там, где-нибудь закопали. А, такой вопрос. Что говоришь? А, да, кстати, сначала отправились с крылососом драться. Победил крылососа? Почти. Был бы чуть смекалистей, победил бы. Я об этом додумался только, когда уже все, в мертвяк шел. У меня два ножа было. И до меня дошло потом только то, что можно было сразу думе хлистануть. Тогда бы завалил. А, я понял. Ну, как у тебя по ролевке получилось отыгрывать? Не вываливаться по жизневку там? Да, да, в целом, да. В руль главный монолит я уже третий год. На этом пройти? На этом проекте, да. А вообще за монолит мы играем уже сколько? Восемь лет, да? Лет восемь лет. Нифига себе. Я тут еще такой новичок, конечно, со своими там с тринадцатого года. Очень могу тебе сказать, что ты и твой напарник самые охрененные адепты за все восемь лет нашей игры. Очень жалко, что нам немножко обломали. Да, мы бы, конечно, с вами очень красиво все закончили. Ну, действительно, по ощущениям прям вы очень круто отыграли. Спасибо взаимно. Да, понравилось. Мне очень понравилась вот эта сцена. Вы скажите, вы ее специально разыграли или как бы вот человек откуда-то взяли? Девушку привели в ногу, в голову, схватили и унесли. Ну да, это у нас был запланирован розыгрыш для запугивания. Для запугивания новых адептов, да? Ну, новых адептов, да. Ну, согласись, это было антуражно очень, здорово и красиво. Клево, клево, мне понравилось вообще. То есть у нас заготовлена была форма для переодевания, там холостые патроны, там вот это все. И когда мы увидели, что ты так входишь в роль, ты понимаешь всю серьезность нашего ритуала, мы быстро подсветились, чтобы все вообще было так красиво. Клево, спасибо вам большое. Да, спасибо, тоже было приятно. Было клево, клевый монолит вообще. Надеюсь, что поиграем. Я понял, Феникс, Феникс, Феникс. Вот этот человек, короче, адептом меня сделал, адептом на игре. Так, небольшой, да, небольшой спойлер. Очень клево-клево отыграли. Да, выйдет в сезоне, я думаю, оцените. Короче, Феникс, спасибо тебе большое, хочу сказать, да, на видится. Да, клево, все, давай, удачи тебе доехать. Тоже сейчас поедем уже. Вам дальше. Да, да, нам очень далеко, да. Привет. Привет. Как, первая игра у тебя? Нет, для меня. Нет, уже вообще не первая, да, давно играешь? Третий. Третий. И как, клево, понравилось? Да, эта игра, да, эта игра пока, пока что лучшая, пожалуй. По моему мнению, вы, кстати, тоже лучшая игра, хотя я много на каких-то проектах был. Были у тебя какие-нибудь интересные такие приключения, прям, знаешь, такие, прям must-have, что больше всего запомнилось? Я больше получила удовольствие от того, что ходила одна вольником по всему этому полигону, по всем его углам. Нашла очень много всего интересного, пожалуй, был сарбут. Артефакт, ты что находила? Да. Интересный? Клево, слушай. Спасибо тебе за отыгрыш, клевый у тебя костюм, вообще девушка в заре. Игорь, 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 смотри, что делает Игорь. Игорь перебирает, перебирает, считает. Не досталось ему, наверное, чипов. Это наш творец аномального мира. Благодаря нему мы играем с очень крутой электроникой. И у нас действительно есть аномалии, есть контролеры и прочие такие всякие интересные темы, которые отыгрываются благодаря ПДА, когда ты идешь. Ты уже успел собрать аномалии? Не, остались там мины военные. Аномалий было очень много, и аномалии в этот раз реально били на два метра. То есть там не одна аномалия на полполигона, а реально их было много, их приходилось обходить. И 105 штук аномалии на игре. И реально, когда ты идешь, идешь, у тебя начинает пик, пик, пик. Это как бы добавляет свой антураж. И когда радиация, да, смотришь, капает радиация, но вроде не сильно капает, да, то есть можно еще бегать. Привет, иди сюда. Бегунки. Да, еще одна девушка в заре. Как у тебя игра прошла, скажи? Замечательно, просто превосходно. Мы 33 часа не спали, и вот как раз, когда мы вас связали, у нас шел как раз 31 час. У меня уже, у тебя уши вырастали вторые и так далее. Но в целом было очень здорово, все понравилось, отличный отыгрыш, отличное взаимодействие, отличные сюжетные линии. И в общем, все здорово, мы заработали деньги и остались довольны. Много денег заработала? Я не скажу. Нет, скажи, потому что я немного заработал. Что-то 270 тысяч. Красиво. У меня максимум, по-моему, на руках было единоразово. Ну, за всю игру я, может быть, 20-ку максимум заработал. Хотя бегал, вообще везде шерстил. Вот так. Вот, понятненько. Вообще, давно играешь? Да, с 10-го года. Блин, тут вообще какие-то все старики, короче. А вообще тут это, самый такой, да, я с 13-го играю. Вот, я сначала была в свободе, долгое время, очень долгое. У нас была своя группировка, потом мы что-то распались и решили пойти на вольные хлеба. И мы такие дауншифтеры, то есть мы ушли из свободы, оделись, значит, в обычную горку джинсы, пару игр поиграли так, потом заработали бабла и решили приодеться. И теперь мы снова модные. Клево, надеюсь, еще поиграем вместе. Клево, антуражный костюм, клевый, вот так, конечно. Иисус? Нет. Гарик. Гарик, вы все такие бородатые, у вас хрень... Все, кроме меня. На самом деле, почему 9-я серия получилась такой короткой? Там был еще материал, который я планировал показать. Мы с Фениксом пришли в лагере вольных, уже затемно. И там сталкеры обвинили его в связях с неким Гадюкой. Че за кипиш, бля? Блин, а муж, тут Феникс из группы Гадюки. Ты че, а в афлишник? Вы че там, бля, ребята? Тарел убрал. На крючок, не стреляй. Спокойно, спокойно, спокойно. На землю, представляете, ловил? Вот. После того, как нас скрутили, на лагере напала химера. И мы слиняли под шумок. Моменты топовые. Но, как вы видите, нифига не видно. Именно поэтому я надеюсь, что смогу к лету заработать на нормальный прибор ночного видения. Чтобы и видеть, и снимать через него. А то на данный момент, начиная жизнь в мире сталкера обходит вас, зрителей, стороной. Ты играл контролера, да? Да, все верно. Первый раз играл? На данном проекте первый раз. А вообще? Вообще второй. Как вообще получилось, как думаешь? Я думаю, мое мнение будет изначально предвзято. Пускай игроки напишут. Но пока никаких негативных отзывов во время игры не было. Всем нравилось. Потому что нежестил. Играл для себя, для людей. Многих просто пугал, не убивая, чтобы шевелить их и давать адреналина. Были такие моменты, что тебя игроки не видят? Ты, допустим, нажимаешь свою кнопку, да, им бьет по лучам, что их зомбирует контролер, и они бегут. Конечно, было. Это было, конечно, эпично. Когда люди идут уставшие, начинаются уже разговоры. Да ладно, спокойно, уже нет никого. И тут вот это вот контролер, и здорово, здорово. Причем именно преследуешь их, отпускаешь кнопочку, просто рычишь. Ну, фан. Еще, например, был вырезан момент, где один из долговцев спутал меня с неигровым видеосъемщиком. Перевезли. А. Ниже, ниже, ниже. Все, подожди. Это съемщик, е-мое. Давай без пожизневки. Ну все, оставляю его. Ты до игры на построении говорил, что эта игра будет либо самая худшая, либо самая лучшая. Какая она получилась, по твоему мнению? Это часто вопрос задают мастеру всегда, как игра получилась. Пока не знаю. Потому что моего мнения в этом плане нет. Я вижу проблемы, которые со стороны мастера группы можно убрать. О них не имеет смысла разговаривать, мы просто их будем устранять. О некоторых я уже говорил ранее. А как прошла игра, есть только одно мнение, мнение игроков. И оно будет в отзывах. Ну реально. Вот это единственное мнение, которое есть об игре. Потому что мастер может считать, что его самая лучшая игра, его детище, естественно, прошла лучше всех. А по факту, если брать объективно, может быть плохо. А может быть наоборот. Я достаточно критично ко всему этому отношусь. Я тоже критично отношусь к своему творчеству. Я знаю, что ты тоже. Да, абсолютно. Поэтому самым объективным мнением будет, я думаю, что в течение недели в виде отзывов. Там, где через три люди выдохнут, что-то писать. И вот тогда мы поймем, как это было. Я обязательно тему по отзывам прилеплю под видео, чтобы люди могли кому интересно. Если вам кому-то очень будет интересно действительно почитать, как пошла игра, почитать какие-то ситуации, можете зайти. В описании будет ссылочка на тему с отзывами, почитать, что пишут игроки. Тук-тук, как бы к вам на огонек зайти? Так, а как к вам заходить тогда? Подожди, так ты вообще вне игровой территории совсем. Мне показали, что вы вас в такую едущую поселили на самом деле. Вот это? Это граница. Я понимаю, блядь. Короче, с той стороны я понял. Пиздец. Ну, народ на самом деле уже потихоньку расходится, как бы никого толком не поймать. Вот. Потому что, как бы, ну, уже жарко, уже все устали, вымотались. Я уже хочу быстрее в душ залезть, хочу нормально поесть. В общем, сейчас мы еще пробуем зайти на базу «Свобода», она тут совсем рядом. Вот, найдем, может быть, здесь кого-то. Но «Свободу» мы здесь уже, наверное, не найдем. Парни, а Трампа кто видел? Вот он. Иди сюда, ты уже разделся. Вот вообще, самый антуражный «Свободовец» именно вот с этой бородкой в костюме. С бронемставками, все расположено. Да, прям вообще супер. Мне понравился, прям такой, блин, чисто колоритный. Ну и вообще, ребята, всем «Свободяям» спасибо, потому что, как бы, ну, прям группировка «Мастхэф». И покормили, и приютили во время выброса. И вообще, ну, мне очень понравилось. Вот, наверное, «Бандиты» и «Свобода» мне понравились больше всего. Ну, «Свобода» все-таки в первых рядах. Вольному воле. Командир «Свободы». Мы с ним познакомились еще на репортаже с «Блинкома». Да, как бы, ну, я так, типа, думаю. Потом еще на «Сталкер-Коне» мы с тобой переселились. Да, 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 да. Клево. Мне понравился момент с изломом, короче. Вообще огонь, слушай, хорошо. Это очень-очень хорошая ситуация. Его спас излом. Девушки на проектах всегда вкусно готовят. Мужики всегда суп с сосисками этот доширак крошат, короче. И жрать это невозможно. Зря, зря, зря. Не-не-не, я ему уже... На «Баксе» до нас не дошел. Зря, зря, зря. Я лично на группировку все готовил. Я думаю, что, ну, по моим личным ощущениям, проект один из лучших. Или я, может быть, даже, может быть, пока у меня свежие такие все впечатления, прям, я бы даже сказал, лучшие. Очень много серий будет в этом сезоне. Очень много движа. Я даже пострелял. Я реально пострелял. Обычно я в сезонах не стреляю. Здесь я сделал поправку. Я пострелял. Вот. И я думаю, этот сезон будет какой-то такой. Хоротень, он снят на одну камеру. Ну, правда, со звуком, с хорошим, конечно. Но я думаю, этот сезон прям будет must-have. А на сегодня это все. С вами был Андрей Паэт. Пока.